МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Анна Перепет, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Наша служба и опасна, и трудна. 10 ноября в России отмечают праздник сотрудников органов внутренних дел. Воспоминания, мифы, сны в художественной галерее открылась новая выставка. Где ставить ударение? Правила русского языка решили обновить. Далее расскажем обо всем подробно. Наша служба и опасна, и трудна. Ежегодно 10 ноября в России отмечают профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В этот день к тем, кто обеспечивает правопорядок, следит за соблюдением закона и обеспечивает стабильность в обществе, обратился президент России Владимир Путин. Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России. А сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности. Не жалея себя, защищали родину и граждан от внутренних угроз. Участвовали в решении важнейших общенациональных задач. В этот праздник самые теплые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел. За ваш высокий профессионализм и мужество. За верность долгу. И в мирное время. И при выполнении боевых задач. Вы с честью унесли нелегкую службу. Президент заявил о необходимости дальнейшего повышения эффективности работы, совершенствования подхода в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции и нелегальному обороту наркотиков. О тех, кто охраняет общественный порядок в Сарове, раскрывает преступления в городе, защищает нашу собственность, возвращает украденные вещи и призывает правонарушителей к ответу, расскажем в следующем репортаже. Эта служба и опасна, и трудна. Сергей Александрович Трусов начинал свой путь в полиции с должности инспектора ДПС. И вот уже на протяжении 22 лет он стоит на службе у закона и общественного порядка. Даже сейчас, занимая важный и ответственный пост заместителя начальника управления, Сергей Трусов наряду со своими сотрудниками выезжает на место преступлений. Служба в милиции в то время считалась престижной. И как бы, все мы помним пример дяди Степы, когда и плакаты были, и мультфильмы, и фильмы, связанные с сотрудниками милиции, где были положительные примеры, и хотелось бы как бы юношеские такие порывы, чтобы тоже приносить пользу людям. Полицейский – человек публичный. На него всегда смотрят, как на защитника и героя. И самая главная задача сотрудника правопорядка – оправдать эти ожидания и сделать все, что от него зависит, даже если на кону стоит собственная жизнь. Мы приносим пользу людям, защищаем их жизнь и здоровье. И когда человек выражает нам слова благодарности, мы тоже за это радуемся, что человеку сделали приятное, что помогли ему в какой-то трудной жизненной ситуации. Пришли к нему на помощь, не считаясь там даже всем. Да, слышим, смотрим телевидение, новости, что сотрудники полиции погибают от рук преступников, защищая жизнь и здоровье граждан. Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел – это еще и повод подвести итоги работы. По словам Сергея Александровича, в этом году значительно повысилась раскрываемость преступлений, в том числе и с незаконным оборотом наркотиков. Всех коллег хочется поздравить с профессиональным праздником, пожелать им дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Молодежный центр проводит творческий конкурс «Ко дню матери» «Мама в тренде» среди номинаций «Семейный лук», «Мамин лайфхак», «Семейный вайп». Информация по телефону 99108. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Министерство просвещения предложило актуализировать правила орфографии русского языка. Проект постановления правительства, сами новые правила и пояснительную записку опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас русский язык опирается на правила русской орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году. За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, добавились новые слова, типы слов-конструкции, говорится в документе. Кроме того, в языке появились новые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова. Мини-медиа, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведения о том, как писать их со следующей частью слова – слитно или через дефис. Минпросвещение подчеркивает, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка. В проекте указано, что документ к концу года доработают с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН. 16 проектов от Сарова будут претендовать на победу в региональном проекте «Вам решать». Они заявлены по пяти направлениям. Спорт для всех, общественное пространство, наш двор, наши дороги и наша инфраструктура. Сюда входят устройства спортивной площадки на территории Молодежного центра, благоустройство бульвара в микро-районе 15, ремонт дорог, установка освещения и так далее. С 15 ноября на сайте «Вам решать» стартует народное голосование. Сравчане могут отдать свой голос за наиболее понравившийся проект и увеличить его шансы на финансирование. Голосование продлится до 15 декабря. Заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато примерно в течение 7 дней, а через 2-3 недели начнет снижаться. Об этом ТАСС рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, там, где были введены ограничительные меры, люди будут болеть меньше и снизится число летальных исходов. Дальше накопится коллективный иммунитет к штамму Дельта, в том числе за счет переболевших в скрытой форме. Он добавил, что дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент граждан уже имеет иммунитет к штамму Дельта. Жемчугов предположил, что со временем SARS-CoV-2 может исчезнуть из жизни людей, как это произошло с его предшественниками, возбудителями атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. А для этого нужно, чтобы большая часть людей вакцинировалась, не возникали новые мутации вируса, а вакцины действовали, как минимум, на нынешнем уровне. В художественной галерее открылась новая выставка «Воспоминания, мифы и сны». Автор работ Юлия Мордвинова, уроженка Сарова, которая сейчас живет и работает в Норвегии. В экспозиции представлены более 60 произведений художницы. Художница Юлия Мордвинова родилась и выросла в Сарове. Училась в художественной школе, а после девятого класса поступила в художественное училище имени Рериха и уехала в Санкт-Петербург. Затем получила высшее художественное образование в Санкт-Петербургском институте декоративно-прикладного искусства. С 2003 года Юлия живет и работает в Норвегии. Ее работы представлены на выставках в Ставангере, Лондоне, Драмене, Санкт-Петербурге. В 2007 году картины Юлии экспонировались в городском музее в родном Сарове, а сейчас пришла очередь в художественной галерее. На открытие выставки и встречу с художницей пришли ее друзья, родные и учителя. Вот все работы Юлины здесь, они отличаются тем, что это не просто картинка, не просто открытка. Пробежал, о, красивенько, замечательно и дальше. Все эти работы, они требуют времени, осмысления. Нужно остановиться, посмотреть, лучше, конечно, побеседовать с самим автором, потому что в каждой здесь картине заложен очень большой смысл. Особое место в экспозиции занимает книга, которую Юлия сделала сама «Золотые мифы Древней Греции». Работа началась еще в 2007 году и заняла 7-8 лет. Причем художница не только рисовала иллюстрации. Ходила на курсы переплета, и книгу весь переплет от начала до конца, такое волшебное действие, когда из разроденных листов, куска кожи, картонок, ниток, потом появляется книга. Волшебная. То есть весь процесс я сделала сама. Юлия рассказала о студенческих годах, работе за рубежом, о графических работах, о том, как пришла к этому стилю, ответила на опросы гостей. Также речь шла о названиях. Не любое настроение можно передать, обозначить двумя-тремя словами. Но иногда название рождается раньше самой картины. Так было с двумя работами. «Я солнце, но я река и». Название приснилось мне. Оно меня как-то взбудоражило. «Я солнце, но...» Какое противоречие заложено в этой фразе было? Что может быть... Какое может быть продолжение? Выставка Юлии Мордвиновой в художественной галерее продлится до конца декабря. Для лиц старше шести лет. В ноябре исполняется 20 лет со дня выхода первого фильма о Гарри Поттере. Гарри Поттер и философский камень собрал в мировом прокате почти миллиард долларов. На тот момент больше сборов имел только «Титаник». До сих пор армия фанатов Гарри Поттера насчитывает миллионы человек. Верные поклонники мальчика-волшебника живут и в нашем городе. «Гарри Поттер и философский камень» первый фильм-франшиза о мальчике, который выжил, вышел на мировые экраны в ноябре 2001 года. Правда, до России он добрался не сразу. Кино о приключениях нашего героя россияне увидели только в конце марта 2002. Сегодня Гарри Поттер – один из самых любимых персонажей у детей и взрослых. Мальчики и девочки растут вместе с волшебником, читая книги и смотря фильмы о его приключениях. Учится дружить, любить и сострадать, не отчаиваться и не сдаваться перед трудностями. Вообще Гарри Поттер – это мальчик, который переживал множество ситуаций вместе со своими друзьями, ошибался, он был не совсем идеальный, но именно то, что у него была вот эта вот сила характера. Он переживал смерть близких людей, но потом все же поднимался и побеждал. Заядлые поттероманы знают множество интересных деталей и фишек книги. Например, такую фамилию герой носит потому, что по соседству с Роулинг жила семья Поттеров, и будущему автору безумно нравилось, как это звучит. Игру в квиддич писательница придумала раньше, чем саму историю о мальчике-волшебнике. А у некоторых героев есть прототипы в реальной жизни. Роулинг признается, что Гермиона, она писала себя. Именно она была в детстве вот такой же копией Гермиона по характеру, по складу характера. Но самого Гарри Поттера она, безусловно, очень сильно любит, потому что даже день рождения Гарри Поттера, 31 июля, совпадает с днем рождения его мамы Джон Роулинг. И хотя эта книга, несомненно, в первую очередь детская, интересные детали в ней находят и взрослые. Многие, прочитав Гарри Поттера в детстве, спустя годы возвращаются к нему, чтобы взглянуть на историю уже совсем другими глазами и найти в ней тайные смыслы. Грамотные, образованные, взрослые легко считают множество подтекстов в этой книге. У Джон Роулинг есть множество отсылок к античности, к средневековью и к истории и к культуре, к алхимии, к астрономии, к различным другим наукам. Есть в Гарри Поттере отсылки к классической английской литературе, например, к Холивер Твисту Чарльза Диккенса. Оба главных героя потеряли родителей, у них было тяжелое детство. Книгу серьезно изучают литература Веды, некоторые сравнивают ее с Евангелием. Надо отметить, что здесь нет ничего такого криминального, страшного, потому что рассматривается именно с точки зрения литературного текста. Построение Евангелия и построение книги о Гарри Поттере, потому что очень много совпадающих вот таких вещей. Ну вот, к примеру, то есть это относится к жанру трикстерских романов, Гарри Поттер, в то же время Евангелие, кстати, тоже бестселлер мировой Евангелие, тоже книга очень знаменитая. Основных книг о приключениях Гарри Поттера семь фильмов, основной серии восемь. Последний «Гарри Поттер. Дары смерти. Часть вторая» увидел свет в 2011 году. В 2016 вышел спин-офф, который повествует о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги «Фантастические твари». В 2021 году стало известно о начале работы над сериалом, действие которого происходит во вселенной Гарри Поттера. 20-летие первого фильма о мальчике-волшебнике – это прекрасный повод освежить в памяти и книги, и кино о приключениях Гарри Поттера. Еще раз погрузиться в волшебный мир, созданный Джоан Роулинг. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 12 по 14 ноября там проходит «Медовая феерия». Также вы можете заказать доставку. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на «Медовой феерии» вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Пирга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 12 по 14 ноября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон 7-927-064-1390. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова